23 апреля весь мир отмечает День книги и авторского права. Блиц-опрос под названием «21 век. Книги и люди» на улицах Брянска провели сотрудники Центральной городской библиотеки вместе с брянскими школьниками. Вы любите читать книги? Да, обожаю. А что вы читаете? Что вы предпочитаете? В широком полосе. Еще два десятилетия назад книга считалась лучшим подарком. Тогда люди читали дома, по дороге на работу. Сегодня книги молодежь предпочитает совсем другое. Читаете вы какие-то книги или нет? Нет. Нет? А по какой причине? Ну, интернет есть. И действительно, увидеть школьника или студента вне учебы с книгой в руках скорее исключение, чем правило. Но не делайте поспешных выводов. Не все так плачевно, как может показаться на первый взгляд. Современная молодежь, конечно, отличается от своих мам и пап и предпочитает хорошие книги, другие развлечения. Но некоторые молодые люди успешно совмещают передовые технологии с книгами. Сейчас ведется очень много интересной пропаганды, кстати, по литературе. В том же самом ВКонтакте видели картинки, занимаясь чтением с Лермонтовым, Пушкиным. Так что это все активно ведется. На селе Герри том же самое, есть любовь к книгам. Идея провести Блицопрос принадлежит Центральной городской библиотеке. На десяти площадках во всех районах Брянска волонтеры выясняли, какие книги любят читать наши горожане. Александр Дюмай сейчас читает, кстати, да, Александр Дюмай. Абриды, Белет, Патрук, Черный Тюльпан, Сон. Две Дианы очень интересные, очень люблю, очень нравится творчество. Любимые, пожалуй, братья Карамазова-Достоевского. И все же, несмотря на появление электронных книг, планшетов и ноутбуков, библиотеки не утратили свою популярность. Это дает возможность нам определить и сориентировать свою работу. Если мы спрашивали, люди даже сами говорили о том, какого характера книги они хотят. Классику, фантастику, приключенческую литературу или литературу по каким-то отраслям знаний. Мы таким образом можем скопировать запросы нашего населения. А главное, ни один планшет, ноутбук или телевизор не даст вам того, что может подарить книга – воображение. Многие мои ровесники и одноклассники, они читают в интернете, они отказываются от книг, от обычных. Но вот то ощущение, когда ты читаешь, когда прилистываешь эти страницы, сам переплет, особенно когда берешь книги в библиотеку, вот запах этих старых книг – это все по интернету на самом деле не передать. Поэтому я призываю всех больше, наверное, времени проводить за книгами. По данным Блицопроса, в нашем городе людей, которые любят и читают книги, гораздо больше, чем не читающих – 75%. Остальные ссылаются на нехватку времени или другие предпочтения. Брянская молодежь в основном читает классику, фэнтези, современную и военную прозу, исторические романы и профессиональную литературу. Это уже является показателем того, что интеллектуальная составляющая у этих людей есть, и что они понимают важность и нужность чтения. Потому что чтение, оно обогащает жизнь человека, его воображение, оно помогает ему узнать историю, сделать правильный выбор. Человек, который думает о себе серьезно и думает о том, что он не только должен покушать для обеспечения своей жизнедеятельности, а для обеспечения своей жизнедеятельности интеллектуальной он должен читать. Недаром еще Максим Горький писал «Всем хорошим во мне я обязан книгам». И даже если вы никогда не были ярым поклонником книжного чтения, начать никогда не поздно. Ведь в ближайшей библиотеке хорошая книга найдется для каждого. Федор Достоевский, Джон Толкин и русские народные сказки на пике популярности у жителей Брянска. Вместе с библиотеками и литературные предпочтения читателей выясняла и наша съемочная группа. В данный момент я читаю Рея Брэдбери. Предпочитаю в основном фантастику. Люблю очень Толкина. Тем летом читала «50 оттенков серого» трилогию. Ну мы там читаем в третьем классе. А есть любимые какие-то у тебя произведения? Да. «Золотая рыбка». Сейчас книги заменили, планшеты, компьютеры, ноутбуки. В последнее время очень мало читаю. Не хватает времени на чтение. А так прочтена вся школьная литература. Я считаю, что чтение очень важно для каждого человека. Человек читающий – это человек мыслящий. И на сегодняшний день я думаю, что современный человек должен прочитать хотя бы Достоевского для начала «Восступление и наказание», потому что это является шедевром русской литературы. Детскую литературу. У меня двое маленьких детей, поэтому детскую литературу читаем. Сказки. Люблю читать. Сейчас читаю «Братья Карамазовы» в процессе. Читать – это развитие. Как иначе? Жизненные любим книги читать. Даниэла Стил, русских наших писательниц. Вот всё в этом духе. Нужно читать? Нужно читать обязательно. Это интеллект повышает. Это интересно. Я люблю читать.